Как вам кажется, эта работа гармонична, она красивая, или вам нравится больше вот эта работа, которая выполнена мастером на, возможно, даже мастер-классе, этот прекрасно технически выполненный трешак на лице вот этой прекрасной девушки? Вообще, как только вижу перевернутые в бок или вверх головой работы, у меня сразу звоночек в голове звенит. Я, например, сразу понимаю, что мастер пытается скрыть какие-то огрехи в работе, здесь это некрасивая форма и безумная ширина. Должен ли обучающий мастер говорить, я научу вас вносить в кожу пигменты идеально? Ну, форма у меня говно, я рисую нитками, не вижу, как украсить лицо клиента. Гляньте, как много закрасила. А вот примерно так выглядят потом работы учеников, когда в угоду моди или под влиянием учителя рисуются широченные брови и задираются долговременной укладкой волоски наверх. Конечно, никто всегда не носит долговременную укладку, в итоге получается вот такой вот трешак, как на нижнем фото. А вам нравятся такие пиявка-брови? А вы заметили, что коллажи с рамочками смотрятся колхозом? Сейчас я вас научу делать вот такие коллажи без грани. Заходите в приложение, которое я вам покажу в конце этого видео. Моя рекомендация – пользоваться первыми буквально пятью шаблонами. В этом случае у меня вертикальный портрет, поэтому я беру вертикальный шаблон. Мучительно выбираем фотографии, они все у нас прекрасные. Фотографии можно вертеть, крутить, зеркалить, местами менять, увеличивать. Причем, если выберете фотки с одинаковым фоном, то будет еще круче. И ползунком размываете границы. Смотрите, как круто получилось. Можно, кстати, форматы выбирать для разных типов устройств или приложений. Даже в бесплатной версии приложения здесь еще, кстати, есть довольно много пресетов. Можете выбрать свой стиль какой-нибудь интересный. Ну а если вам нужно сделать коллаж, например, губ или глаз, то выбирайте горизонтальные тогда шаблоны. Старайтесь не мельчить. Два, максимум три варианта губ. Получается красиво и просто. И приложение, кстати, бесплатное. Вот оно перед вами. Смотрите, что еще можно сделать в Procreate. Это функция анимированного рисунка, и это очень просто на самом деле. По-моему, прикольная штука. Вы замечали, что иногда на портрете клиента не очень понятно, какую именно зону мастер делал? То, что девушка вот как эта, например, яркая сама по себе. Такой вот молния можно выделить зону, на которой вы работали. А прикиньте, если вот такую молнию из глаз нарисовать, например, у какой-нибудь вашей роковой клиента. Как думаете, она утащит к себе на страницу это, чтобы показать подружкам? Ну и одновременно как бы вас прорекламирует. И это действительно вообще несложно и заняло у меня минут пять. Записать вам урок? Экспектные работы в портфолио притягивают глаз и проще продаются. Согласны? Давайте сегодня с вами научимся фиксировать правильно и прокрашивать тени без пяти. Начинайте фиксацию эскиза прямо из ресниц. В этой работе были использованы цвета черный и брюнет. Так вот, стрелку лучше фиксировать брюнетом. И уже черным цветом прокрашиваем всю межресничку от первой до последней ресницы. Часто вижу тонкие и тонкие некрасивые межреснички. Такие работы визуально глаз уменьшают. В середине глаза расширяемся, а к концу сужаемся и около последней ресницы заканчиваем свою работу. Теперь переходим к самому сложному, к теням. В большую ширину тени будут поделены у нас на три блока. Первый блок мы начинаем стриховать прямо из черного и на вылет. Стрихи кладем один на другой практически. Когда мы работаем на вылет, нет опасности, что у вас будет законтурен внешний крыль. Бирюзовый блок начинается на вылет из желтого. В нем штрихов примерно в два раза меньше. А розовый блок начинается из бирюзового. Каждый блок начинается примерно из середины предыдущего. И в розовом блоке еще меньшее количество штрихов. Все штрихи на вылет от себя. Это максимально безопасная схема работы для новичков. Педните в растушевке, не можете добиться градиента. Сейчас расскажу, как это исправить. Естественно, все дело в штрихе. Но не в его качестве, я надеюсь, он у вас идеальный, а в его количестве. И я предлагаю вам начать считать штрихи. В первом блоке штрих только на себя, а во втором уже на себя и от себя. А в третьем вообще четыре штриха в одной линии. А теперь сравните насыщенность этих блоков. Она очевидно разная. И для каждого вида блоков есть свои зоны в брови. А теперь я предлагаю вам всем стать задротами и реально считать количество штрихов. Красная зона – это третий блок. Желтая зона – это первый блок. А бирюзовая – это второй. Обратите внимание, что красная зона у нас мигрирует. И это зависит от своих пучков брови. Вы должны их полностью закрасить. А теперь просто считайте. Раз, два, раз, два. Или раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Позволяйте руке продвигаться в сторону, пока не сосчитали полностью. Самые классные работы я встречала у очень усидчивых мастеров. Сделайте себе челлендж на месяц. Красите брови, только считая штрихи. Почему яркие цвета на губах заживают пятнами? Что тут у нас? Обычные губы, им даже форму менять особо не надо было. Мастер прокрасила ярким, насыщенным цветом достаточно плотно. Особых пробелов я не вижу. Ярко выраженных пустот тоже не вижу. И давайте рассмотрим, что получилось. Ну тут классика – эффект съеденной помады. Очень некрасиво, гораздо хуже, чем было. Пятна, пустоты. А здесь мы с вами проведем эксперимент. Я прокрасила губы похожим на свой цвет цвета. Те же самые губы я прокрасила ярким цветом, который вообще не похож на свой. Ну и сделала те и те немножко глядя. Такая имитация заживления. А теперь я терла и там, и там небольшие куски, как будто съели во время заживления пигмент. Посмотрите, насколько контрастно смотрятся пятна на ярком цвете, который не похож на свой. И насколько незаметно выглядят вот эти самые пустоты и пятна на губах, где цвет подобран правильно. Нижние губы выглядят прекрасно, а верхние выглядят пятнисто, как будто съели помаду. И это то, что случается, когда неправильно подобран цвет. Не могу удержаться за виду рубрику «Что можно полезного делать в Procreate?». Например, вы можете запросить у вашего клиента фотографию и дистанционно подобрать ему разные оттенки губ, показать, как он будет выглядеть с яркими губами, с бледными, разной насыщенности, разный оттенок. Вы можете прямо вот так использовать палитру, например, наших пигментов или другие, если вы работаете. Ненаглядно показать, что, например, темный цвет делает лицо грубее, старее, губы уменьшает в размере. Заодно можно, например, прокрасить межресничку или нарисовать стрелочку. И вот так дистанционно клиенту сделать продажу второй зоны. А чтобы клиент себе очень понравился, можно украсить лицо, осветлив кожу, убрав пигментные пятна, например, вот таким образом. Посмотрите на левую и правую сторону, какая разница. Вы видели, что хоть кто-нибудь такое предлагал? Ваши клиенты просто умрут от восторга. И вы можете классно повысить экспертность в глазах ваших клиентов, когда объясните, почему именно эта стрелка подходит. Или почему именно этот цвет губ вы рекомендуете. Можно записать и отправить видео вашему клиенту с наглядными изменениями до и после. И это всего лишь прокреет. Почему брови после заживления приобретают вот такой сизый, иногда даже синюшный оттенок? До процедуры кожа чистая, как видите, прокрашено все плотно, равномерно. А почему брови заживают таким ужасным цветом? Здесь видно и коричневый, и серый, и даже голубоватые оттенки. Перед вами срез кожи. Красным цветом я выделила эпидерм. Розовый – это тот самый базальный слой, под который мы кладем пигмент. Все мастера думают, что пигмент лежит там вот такой аккуратной полосочкой. Но кожу вы красите примерно вот так, как я показываю. И пигмент располагается в коже во всю ее ширину, куда игла достала от самого верхнего мертвого рогового слоя до, наверное, даже глубоких слоев дермы, когда мастера работают слишком травматично. Вы никогда не можете быть уверены, что прокрасили именно нужный слой кожи. А теперь давайте сымитируем процесс заживления. Без недели у нас отходят корочки и уходит самый верхний слой кожи. А в течение месяца полутора обновляется эпидермис. И тогда становятся видны остатки пигмента, который вы уложили в кожу. И он просвечивается сквозь непрозрачный слой кожи, который лежит на дне. На лице видны все пятна, пустоты и заглубления. Тут вступает в силу эффект тиндаля. Перед вами попытка камуфляжа витилиго. Это аутоиммунное заболевание, при котором возникают местами на коже депигментированные пятна. Они могут быть разного размера. И чем темнее кожа, тем контрастнее и ярче они выглядят. Некоторые мастера делают в своей профессии камуфляж витилиго. Посмотрите, какие причудливые формы бывают. У этого молодого человека тоже витилиго, но оно почти незаметно, неконтрастно. В любом случае хватило бровей, чтобы отвлечь от пятен. Если любой из вас изучит вопрос, то сразу поймет, витилиго не лечится. Со временем пятна мигрируют, увеличиваются в размерах. Но некоторые мастера трудолюбиво пытаются их закрасить. Во-первых, нужно подобрать цвет. Во-вторых, это почти всегда огромный объем работы. В-третьих, конечно же, нужны коррекции. Оставим этичность на совести мастеров. И давайте посмотрим, как со временем может выглядеть диоксид титана от воздействия солнца или лазера. Если захочется удалить. А удалить может вполне себе захотеться, потому что пятна увеличиваются. И придется бесконечно корректировать их. То есть всю жизнь ходить и докрашивать. И тут возникает самый главный вопрос. Что делать, когда кожа станет белой? А если хоть чуть-чуть погрузиться, то вы поймете, что болезнь эта прогрессирует постоянно. Наверное, с точки зрения заработка это и неплохо, когда клиент к тебе ходит всю жизнь. Но мы же с вами понимаем, что равномерно полностью все тело с лицом закрасить невозможно. Плюс не забываем о загаре. Вот еще пример нашла, где кожа полностью побелела со временем. Ставьте это лицо в пятнах камуфляжа теперь. Что такое апекс и как он влияет на жизнь бровей? Это самая высокая точка изгиба, место, где подъем линии брови сменяется спуском и сужением к кончику. Если честно, я никогда не использую слово апекс, я всегда говорю «излом бровей». Обычно излом находится чуть выше уровня головки или на одном с ней уровне. Что же делать, когда попадается клиент, у которых вообще нет излома бровей, она нисходящая? В этом случае мы должны излом, то есть апекс, создать. Причем нужно обязательно убедиться, что клиент и дальше будет ухаживать за бровями. Эти брови очень широкие и у нас есть возможность убрать часть хвоста, убрать ряд волосков по нижней части тела брови и постричь волоски в верхней части головки. Это визуально ее немного опустит и даст нам возможность дорисовать излом. Ой, простите, апекс. Работа кажется довольно обширной, но на самом деле мы по чистой коже работаем не так уж и много. У нас все еще осталась очень широкая бровь. Смотрите, что можно еще сделать. Просто не меняя формы, не удаляя волоски, мы просто переносим акцент в район апекса. Это можно сделать, прорисовав пучки волосков в районе верхней части излома или добавив тень, как вот я здесь показываю. А теперь давайте вспомним, что у нас было. Апекс, то есть излом, нужная штука. Согласны? Очень много мастеров считают своих клиентов придурками, обрабатывая вот так свои работы. Если вы клиент, то вы должны понимать, что за такой обработкой, скорее всего, скрываются очень посредственные работы. Сейчас тренд пошел на такую обработку. Трендсекторами являются мастера, которые активно гастролируют по конференциям, собирают большие группы на мастер-классы. Если честно, я их портфолио друг от друга не отличу. У всех одинаковые работы. Такие сияющие кожи, глаза, идеальные линии. Может быть, у них ретушер один на всех. Для контраста я вам покажу пару аккаунтов мастеров с высоким ценником и с уверенной записью наперед. Эти мастера уважают своих клиентов и выставляют фото без обработки. Например, краснота, которую Саша даже не удосужилась убрать. Или губы человеческие. Видно, что это живые, необработанные фото и видео. Этот мастер уважает своих клиентов и показывает свои работы как есть. А это Тая Перфектова, великолепный мастер с огромным количеством заживших работ. Без какой-либо минимальной обработки фото и видео. А может быть, они не обрабатывают свои работы, потому что они мастера высокого уровня? Им нечего скрывать, и у них реально красивые работы, которые не нуждаются в изменении формы, изменении цвета. Их клиенты не будут удивлены или шокированы результатами. Эти мастера продают свое мастерство, а не обработанные фотографии. Если вы начинающий мастер и думаете, куда пойти учить, или вы клиент, который выбирает своего мастера, я призываю вас стороной обходить такие аккаунты. Кто знает, что там прячется под обработкой. Вы даже не представляете, какой склад оборудования я оставила дома. Многие производители присылают мне на тест иголки, машинки. Конечно, я все пробую, но те, кто за мной смотрит уже долго, наверняка заметили, что я много лет работаю одной и той же машинкой. Все свои причиндалы татуажные. А эта машинка Матрикс, по-моему, она у меня для красоты, потому что цвет очень нравится. Мой любимчик Белар, которым я работаю уже много лет, но когда к тебе в руки попадает беспроводной аппарат, эти все провода, которые нужно втыкать, регулировать скорость на блоке питания, они все уходят в прошлое. Но если вдруг забыл зарядить аккумулятор, то есть такая жопка, которая позволяет работать от сети тоже. Хотя иногда случается такой упс, когда отваливается жопа. Но блоки питания держат зарядку весь рабочий день. Я работала, проверяла. Телебристый Белар у меня работал на очень маленьком вылете, но так как я работаю с аллопецием, меня это устраивало. На бирюзовом Белар Эйр я работаю на вылете примерно 2 мм. На волосатых бровях вообще нормально. Я, кстати, всегда работаю на чуть-чуть меньшем вылете, чем заявляет производитель. Модули подходят вообще любые, от квадрона до каких-нибудь самых навороченных. Ну и работала я на них на тончайшей детской коже и на непробиваемой мужской. Где купить и сколько стоит, не подскажу. Я не дистрибьютор. Я просто рассказываю, чем работаю. А бывало у вас такое, что вы открыли пигмент, налить в капсулу, а он не капает, потому что отверстие забилось и засохло. А все дело в том, что вы неправильно наливаете пигмент. Вы делаете это грязно, примерно вот как я сейчас на видео показываю. Очень часто мастер усердно трясет пузырек, в котором не полностью закрыта крышка. Там остается между носиком и крышкой пустое место, куда пигмент просто выплескивается. И в итоге получаются вот такие вот наросты. Вы его наливаете в капсул, закрываете, и вот все это оставшееся засыхает такой пробкой. И в следующий раз приходится носик ковырять иголкой, чтобы пигмент вытекал. Чтобы всего этого избежать, просто трясите пигмент, закрыв носик чистым ватным диском. А сколько раз я наблюдала, когда во время тряски улетал недозакрытый носик пигмента, и все стены забрызгивались краской. Это было жутко и не смываю. А вот еще, когда капаете, держите на большом расстоянии носик пигмента от капсул. Я несколько раз видела, когда мастера опускают пониже, чтобы не разбирать. В итоге из капса немножко пигмента втягивается в носик. А это абсолютно недопустимо, потому что если во время процедуры вы захотите добавить пигмента, по инерции опустив носик пигмента пониже в капсул, вы автоматически втянете кучу физиологической жидкости, которая в капсе находится, потому что вы уже работали с этим пигментом на клиенте. И все, флакон пигмента можно выбрасывать. Чтобы избежать перекрестного заражения, всегда капайте пигмент на большом расстоянии от капсы. Смотрю, все мастера показывают, как работать с ореолами на плоском лад. Я нашла, гляньте, чудо какое. Так как процедура очень ответственная и испортить категорически нельзя, нужно обязательно тренироваться до процедуры на чем-то очень похожем на настоящую женскую грудь. Я вот нашла на Амазоне, я думаю, такие штуки и в России продаются, и в других странах. Это искусственная грудь, которая нужна женщинам, у которых была мастектомия и одной груди, например, нет. На ощупь реально как настоящая. И опять, можно использовать силиконовые накладки на грудь или силиконовый пластырь, как я уже раньше показывала. Они есть разного размера, здесь у меня маленький попался, он липнет и просто как вторая кожа оказывается. Для того, чтобы тренироваться. Можно, кстати, глубину прокола тренировать на руке. Если будете чувствовать кожу иглу, то значит работаете глубоко. Ну и самый оптимальный вариант – это большой силиконовый пластырь, который можно налепить вообще практически во всю грудь. И на нем тренировать уже ореол разного размера, разного цвета. Просто снял и снова работает. А я себе этого добра накупила, потому что запишу-ка я сама курс по художественному восстановлению ореол для своего клуба «Инкубатор». Потому что для меня, как для профессионального художника, это вообще несложно. Я расскажу и покажу это получше, чем многие другие мастера, которые годами практикуют. Но у меня задача была найти максимально похожий на настоящую женскую грудь материал. Потому что рисунок на плоском латексе, он не очень поможет в работе. Поэтому пользуйтесь. Помадный прокрас – это когда штрихи плотно лежат один на другом, а блоки накладываются один на другой практически процентов на 80. Тогда пигмент, который вы вносите в кожу, плотно закрывает свой цвет губ. При помощи помадного прокраса можно скрыть дефекты или изменить форму. Акварельный прокрас – это когда точки лежат на большом расстоянии друг от друга. Рассеянно. Вы как бы меняете оттенок губ. Акварельным прокрасом совершенно невозможно изменить форму. И даже веснушки на губах не закрыть. Ну и, конечно, помадный прокрас – это гораздо более долгая работа, чем акварельный. Зато помадным прокрасом можно вот такой цвет некрасивый старого татуажа закрыть. Все мы понимаем, что удалять старый татуаж губ – это такое себе удовольствие. Очень часто губные пигменты, особенно старые, стереют от лазера. Моя любимая техника – это акварельный татуаж губ. Потому что я не люблю помадный прокрас из-за его плотности и большого количества пигментов кожи. Мне нравится, когда губы как бы светятся новым цветом изнутри. А вы что любите? Полову манекена можно найти на любом маркетплейсе. Она вам нужна как объем, на который вы будете уже лепить и натягивать какие-то материалы, которыми удобно работать. Например, вот такие штуки для микроблейдинга, которые продаются на всех маркетплейсах. Никакой плоский латекс вам так не поможет, как голова с выпуклыми надбровными дугами. А еще я нашла вот такие накладки силиконовые на грудь. На них офигенно тренироваться, потому что они очень сильно на кожу похожи. Но есть такой нюанс. Каждая примерно пятая пригодна для рисования. Остальные почему-то ни карандашом на них не порисуешь, ни машинкой. Вот мне на Бали попадались те, на которых вообще классно. И, наверное, самое лучшее, что я нашла, такие силиконовые пластыри. Они бывают разных размеров, их можно резать. Они шикарно липнут на любую поверхность. На вот такую голову, на руку, чтобы глубину оттренировать. И знаете, что можно же и на настоящего человека прилепить? Точно на лоб, точно имитация процедуры будет. Я вам рекомендую все это купить и новые техники тренировать на манекене. Эти пластыри особенно чудо, как хорошо. А у вас какие есть наработки? Делитесь. Мне одно кажется, что мастера, проигравшие битву за красивые брови, ударились какие-то странные техники, типа камуфляжа под глазами, или бибиклоу, или закрашивание сосудистых звездочек. А это моя любимица Анна Савина, которая красоту творит уже много лет. Я не верю, что такими хаотичными движениями можно равномерно и нежно закрасить темные круги под глазами. А получить вот такой эффект замазки, как на верхнем фото, вообще изи-пизи можно. Кстати, зеленые пятна — это, скорее всего, последствия удаления лазером. Естественно, от такой красоты хочется избавиться клиенту. Нижнее фото — это единственное, что можно сделать в этом случае — ремовер. Ну, боже мой, это самая нежная кожа на лице. Мы же ее бережем обычно, не? А белым цветом закрашивать сосуды — это вообще дичь. Потому что сосуды коагулируются за одну процедуру. И, естественно, это делается у косметолога, у доктора. А диоксид титана — это пожизненный запрет на воздействие лазера. Ну, потому что вы видели, что белый цвет часто зеленеет. И кому это нужно на лице? Китаете так можно или нет? Эта сторона у меня очищена, а эта припудрена. И видите, здесь у меня тоже краснота появилась. Но вы что думаете, я дам свою кожу мучить какой-нибудь тоналкой на год закрашивать? Нет, я просто схожу к косметологу, который решит мою проблему. Белый цвет в коже, на самом деле, я тоже использую. И в следующем рилс расскажу и покажу, как. Да, я тоже использую белый цвет. Чтобы создать действительно реалистичные брови, нужно показать объем. Или, как в этом случае, кроме объема, мне нужен был еще и эффект выгоревших волосков. Белый цвет я использую вдумчиво, очень редко и минимально. Посмотрите, какой выпуклой, объемной, рельефной смотрится бровь. Ну и напомню, что там ни одной волосинки нет своей. И вообще, я как только увидела его шикарную бороду двухцветную, сразу подумала, что надо белый цвет попробовать на бровях. Если хотите научиться рисовать такие же реалистичные и объемные брови, как мужчинам, так и женщинам и детям, добро пожаловать в мой клуб «Инкубатор». На мой взгляд, эскиз – это самая важная вещь в перманентном макияже. Такие рамочки, полосочки и точки не дадут клиенту, да и вам самому, понять, что нужно делать. Как будет выглядеть лицо в мимике? Если вы клиент, требуйте реалистичного эскиза. Если вы мастер, начинаете рисовать реалистичные, настоящие брови. Потому что, кроме того, чтобы научиться правильно вносить пигмент в кожу, нужно научиться создавать настоящие брови. Ну а если вы владеете только растушевкой, то вы никогда не создадите таких волосатых, объемных и живых бровей. Как заживают и носятся такие брови, спросите? На самом деле, пигмент вносится так же, как в растушевке. Если вы ею владеете, волоски вам тоже подвластят. Тут все дело в рисунке, в эскизе. А вот, кстати, эти самые брови спустя 5 лет и нескольких лет жизни в Азии, под палящим тропическим солнцем. Белого, как видите, и след простыл, а основные волоски выполнены теплым русым цветом. Терпеть не могу брови с жестким контуром. Да, вообще бывает в середине пустота аж светится. Создается эта проблема достаточно просто. Мастер обычно усердно штрихует у границы. Часто кладет в одном месте 2, 3, а то и 5 штрихов. Раскакивает середину буквально за 7-8 штрихов. С нового контура копается. Стук 5-6 в одной полосе. Опять проскакивает середину брови за буквально несколько штрихов. Получается, что он усиливает внешнюю и внутреннюю границу брови и толком не прокрашивает середину. А правильно, это наоборот. Когда вы у внешней и внутренней границы делаете буквально 1-2 штриха и тщательно монотонно прокрашиваете середину. Много штрихов, блоки находят один на другой. А если вдруг проскочили пару штрихов, обязательно вернитесь и закройте это место. Не оставляйте пробел на потом. И тогда у вас получится плотно прокрашенная бровь с нежными воздушными границами. То есть она будет достаточно хорошо очерчена, хорошо читаться, но у нее не будет этих дурацких жестких контуров. Я постоянно говорю, считайте штрихи. 180 штрихов, а по периметру буквально 2-3, чтобы мягкую дынку сохранить, но форму не потерять. И тогда у вас получится вот такие красивые, воздушные, равномерно прокрашенные брови без всяких пустот внутри. Но волоски все равно лучше. Признавайтесь, дзинк или так? Бывало, что лень оторвать руки от клиента, ведь так удачно натянули кожу, что не отрывая рук от клиента, тыкаете иголкой в дно жесткой капсулы. И в итоге у вас грязь, и того хуже еще и кожа испорченная у клиента, потому что игла загнулась. Всего-то нужно наклонить капсулу, потому что в процессе работы у вас наверняка пигмента стало меньше. И набрать так пигмент, не повредив иглу, гораздо проще. А еще лучше использовать такие силиконовые капсы. Они бывают разного размера, и о них невозможно испортить иглу. И вашу работу. Если у вас не получается равномерно прокрашивать брови, или губы, или тени, то, скорее всего, у вас нестабильный штрих. Если совершать движение с разной скоростью, смотрите, какое разное качество у штриха получается. Все точки разного размера и на разном расстоянии. А иногда это вообще полоски какие-то. И все это от несистемного подхода. И потом эти пустоты надо закрыть, пятна растянуть. Как можно решить эту проблему? В гугле находите такое приложение, как метроном. Его можно и скачать, кстати, на телефон. Он помогает чувствовать ритм музыкантам. Выставляете удобную для вашей руки скорость. И начинаете работать ритмично. Потому что штрих одинаковой длины, сделанный с одинаковой скоростью движения руки, даст вам всегда примерно одинаковое количество точек. Соответственно, за вами будет оставаться равномерно прокрашенное полотно. Без пятен, без пустот. Со временем вы можете увеличить скорость, например. Самое главное, оставайтесь системными. И рукой двигайте ритмично. Сейчас мои куцы и брови мы превратим в шедевры. Они уже достаточно давно нуждаются в обновлении, стали какие-то тонкие. В общем, рост и направление волосков хорошо видны. Это не рисунок на планшете, это просто макияж, который я себе нанесла. Одна бровь у меня легко получилась прямой, другая ярко выраженный излом имеет. И посмотрите, при ближайшем рассмотрении эти брови выглядят совершенно моими, натуральными, живыми и волосатыми. Если бы вы не знали, что это эскиз, нарисованный мною, вы ни за что не догадались бы, что это не мои брови. Делаем вывод, что из моих куцых тонких бровей можно легко сделать очень натуральные брови очень разных форм. Чтобы бровь стала прямой, я поднимаю головку и заполняю нижнюю часть тела брови. А чтобы бровь приобрела агрессивный излом, можно наоборот опустить головку и пририсовать волоски во внешней части излома и удлинить хвостик. Мою бровь можно сделать и дугообразно, если дорисовать волоски в середине тела брови и удлинить хвостики. Хоть я не люблю такую форму, но многие клиенты просят. И можно сделать прям очень абрессивной, очень сильно опустив хвостики и дорисовав изломы во внешней части. Вот так легко можно менять очень сильно форму брови. Но вы, наверное, понимаете, что это можно сделать только волосками. Серые губы после лазера – это трэш, который в течение года минимум нужно будет удалять вашему клиенту. Яркость серого цвета и скорость удаления этого цвета из губ, конечно, зависят от количества пигментов кожи. А сереет губы от воздействия лазера, потому что меняется валентность железа у оксидов железа, которые находятся в пигментах для губ. Я бы себе выбрала пигменты для губ, в которых минимальное количество оксида железа. Пусть это будет органика, но органика, которая тоже удаляет. Кстати, вот белый цвет удаляется через серый часто, а в любимых многими мастерами нюдовых оттенках много белого цвета. Кстати, в припыленных нюдовых оттенках еще и много коричневого и есть черный цвет. Потому что благородный, прохладный розовый оттенок не создать без коричневого, черного и белого. Если перед вами клиент, которому вы собираетесь удалять губы, и не знаете, чем работали на нем до вас, то выверните ему губу и щелкните в незаметном месте лазером, чтобы проверить, есть ли инверсии. Потому что ваш клиент должен быть готов к тому, что он очень долго будет носить серые губы. А для себя выбирайте пигменты, в которых немного белого и оксидов железа тоже немного. На пузырьке губных пигментов они должны стоять в самом конце списка ингредиентов. Талант и трудолюбие. Вот вы говорите талантливая под некоторыми моими работами, а я в эти моменты злюсь. Потому что на самом деле это не талант, а просто невероятное трудолюбие. Когда я делаю что-то шедеврально, это значит, что до этого я просто не спала, не ела, тренировалась. И талантливые люди на самом деле не часто бывают успешными, потому что им все дается вот так легко, и из-за этого они не любят трудиться. Все успешные мастера, которых я знала и знаю, это системные и трудолюбивые люди. Именно огромное количество тренировок позволяют им добиваться таких вот классных результатов. А потом вы пишете, талантливая просто, обесценивая тем самым ее огромную работу, которая совершена для того, чтобы добиться вот этих высот. Я вам больше скажу, после больших перерывов я сажусь и начинаю работать как будто с чистого листа. Мне нужно испортить несколько лиц. Я знаю это. Прежде чем сделать что-то классное и такое, которое вы скажете, ох, какая Леночка талантливая. На самом деле я знаю свою особенность, я знаю, что буду козлить, и я перед тем, как начинать работать после перерыва, начинаю тренироваться до усрачки просто на латексе. Огромное количество работ я делаю, прежде чем я не пойму, что я готова. Я могу дальше продолжать работать. Поэтому не обесценивайте людей, не говорите, что они талантливые. 90% из вас так никогда и не станут хорошими мастерами, и вы не будете зарабатывать больших денег. Все дело в том, что вы просто ленивы, и наверняка у вас не стоит вопрос в выживании. То есть, если бы от ваших денег зависела судьба, например, вашего ребенка или всей вашей семьи, то, возможно, вы рвали бы жопу получше, потому что никто из вас не хочет очень много тренироваться. Основное количество из вас пришло в эту профессию из каких-то других. И на те старые профессии вы обучались, скорее всего, несколько лет, а то и вообще много лет, лет 10, если вы из медицины, например, пришли. И у вас не встает вопрос, почему я там училась так долго, так и не начала зарабатывать больших денег, потому что в каждой из ваших профессий наверняка есть люди, которые миллионы загребают каким-то образом. Но вы ищете что-то другое, нашли перманентный макияж и считаете, что вы за 3-7 дней научитесь новому искусству, научитесь видеть симметрию, научитесь штриховать, научитесь видеть красоту в лице. Нет, этого не произойдет, просто потому что вы ленивы, вы не хотите очень много тренироваться, и вы считаете почему-то, что эта профессия такая легкая, что вы освоите ее вот так вот за несколько денечков. Процентов, наверное, 15, это люди, которым вообще не дано, они всегда будут творить трешаки, и когда-то их выжмет из этой профессии конкуренция, здоровая, сильная. Я наблюдаю это на курсе, примерно такой процент людей творит черное, несмотря на все мои попытки их научить. Кстати, есть мастера, которые страдают, что куратор не пропускает их на следующий урок, например, на нашем курсе, и я запретила их пропускать, они либо закончат курс так, как я хочу, либо они просто зря потеряли время и деньги. Я советую вам искать обучение и курсы, такие, где вас действительно научат, где будет долго, тяжело, со слезами, с потом, но это будет в конце концов результативно, раз уж вы решили освоить вот эту новую сложную профессию. Почему вы пришли в эту профессию? Расскажите мне, пожалуйста, кто за какую из рук вас в нее привел? Почему вы считаете, что вы имеете право рисовать на женских лицах? Вы, возможно, всегда занимались макияжем, возможно, вы косметолог или медик, возможно, вы художник. А если вы бухгалтер, повар или кто-то вообще не связанный с индустрией красоты, расскажите, почему вы в этой профессии? Я хочу вас огорчить, у, наверное, процентов 10-15 из вас никогда не получится стать мастером перманентного макияжа, и именно ваши трешаки будут удалять и показывать во всех пабликах и говорить, какой кошмар, руки оторвать этому мастеру надо. Я надеюсь, что вы именно сейчас остановитесь и скажете, все, я поняла, это не мое, у меня не получается, я потратила километры латекса и понимаю, что я просто буду портить людям лица. Как вы можете понять, что вы тот самый мастер, которого надо гнать из индустрии? Простые критерии. Нарисуйте, заштрихуйте шар, сделайте его объемным, чтобы он был круглый, не пользуйтесь никакими вспомогательными инструментами, просто нарисуйте круглый шар и заштрихуйте, как будто вы видите свет на него падающий, от него тень и так далее. Если у вас получится, то у вас есть шанс. Если вы нарисуете какую-то кривую херню, то бегите в противоположную сторону от клиентов. Если ты живешь роскошной жизнью, значит, ты все сделал правильно и можешь этому научить других. Получается такая психология у людей, которые выставляют брендовые сумки, фотки в частных самолетах. Липовая роскошь перекочевала из селебрити в перманентный макияж. Возможно, потому что эта индустрия практически полностью женская и мы все выросли в нищете, и всем хочется вот эти какие-то дорогие сумочки. То есть вы не можете сделать вид, что у вас есть супердорогой дом или дорогая машина. Вы можете себе купить сумочку, фоткаться с нею. Вы как бы входите в круг вот этих избранных людей, у которых огромное количество денег. И так как оно типа и у вас огромное, раз вы можете позволить себе вот такие роскошные вещи, то есть последний телефон и какая-то дорогая сумочка, еще и плюс вы живете где-то в Дубае, а Дубай у нас это такая роскошная роскошь, то вы просто на вершине пьедестала просто, на первом месте среди всех мастеров и всех этому научите. Меня от этого, честно говоря, воротит, и я этим людям не верю. Это просто такой очень короткий путь для того, чтобы произвести впечатление. Больше того, когда я пожила на острове Бали, я поняла, что это остров фейк, где все живут в шикарных виллах. А как это делается? Они арендуют в 20-ром эту виллу на сутки, привозят туда чемодан одежды, во всех углах фотографируются, устраивают там пьянку-тусовку, у них получается огромное количество контента, выкладывают постепенно в течение там полугода-года фотографии, которые позволяют вам понять, что они живут вот этой роскошной жизнью. Никто не живет в таких дорогих домах, все живут, ютятся в каких-то комнатушках. И вообще есть даже там куча пабликов, где друг другу сдают, пересдают какие-то вещи роскошной жизни. Люди, которые обвешиваются супер какими-то дорогими сумками, более того, вот так вот показывают везде, для меня это фейковые, не настоящие люди, они вызывают у меня, если честно, презрение. Новый способ продвижения, который никто так и не использует. Я уже давно говорю, что если вы заполучите фотографию вашего клиента и нарисуете в Procreate, как он должен был бы выглядеть, как вы его видите, почему он должен быть таким, расскажете про какие-то ограничения. Даже я вам скажу так, вы можете не обязательно это с клиентами использовать, потому что, скорее всего, вам будет сложно найти их фотографию, но вы можете выбрать знаменитости. И это не обязательно должны быть какие-то голливудские красавцы, есть огромное количество политиков, каких-то звезд второй величины, которых вы можете найти, взять их портреты и показать, как бы вы их изменили. И кто-то обязательно в этом типаже узнает себя или свою маму, или свою подружку, ей покажет. И это очень интересно, когда ты смотришь и видишь профессионализм. Во-первых, только высокого уровня специалист может рисовать, советовать и критиковать. И уже автоматически вы будете авторитетом для тех, кто смотрит. Во-вторых, это действительно очень интересно. И ваши клиенты просто будут залипать на ваших историях, где вы рассказываете, почему вот здесь вы дорисовали, а почему нельзя, а какие ограничения, а надбровная дуга, волоски, пористая кожа, какую технику выбрать, вот эта форма подходит этому лицу, вот этот цвет я бы подобрала. Это просто нескончаемый поток контента, очень интересного, который отличается от всех других. Что вам нужно сделать? Это купить планшет, не обязательно такой огромный, есть гораздо меньшего размера и более дешевый. Научиться работать в Procreate, и это будет вас развивать, вы будете видеть, как строить, вы будете видеть, как украшать лица ваших клиентов, и это будет суперинтересный контент, который просто никогда не кончится. Не благодарите, просто применяйте. А какую из моих прекрасных бровей вы бы выбрали зафиксировать в коже на полтора года? Посмотрите, как изящно соединены линии, в какой красивый узор, как тщательно вытянуты кончики у волосков. И вот бровь, она, в общем, на целом обычная. Если палочкой повозить, то становится понятно, где нарисовано, а где нет. А то ведь не было понятно, да? Поэтому я стерла свои прекрасные брови, чтобы вы удивились, что обе они были нарисованы. Вы бы себе какую выбрали, левую или правую? Вообще, есть две категории клиентов. Одни хотят, чтобы было реалистично, просто чтобы они стали красивее, а другие хотят, чтобы было видно, за что они заплатили. Это работа Светланы Королевой. Она наш амбассадор и еще даже курс «Мастерство» полностью не закончила, а уже такие шедевры творит. А это работа Натальи Еременко. Я вдохновлялась ее работами года примерно до 18-го. Потом наши пути в виде некрасивого как-то разошлись. Я больше не хочу, чтобы волоски, нарисованные мной, были видны из космоса. Я хочу, чтобы вот такие работы окружали меня, как у Тайи Перфектовой, у Саши Кузнецовой. И на моем курсе «Мастерство» уже подрастает поколение мастеров, которые просто шедевры творят. Посмотрите, работа моей бывшей работницы, которая в увлечение схемами застряла где-то в 19-м году. Для контраста с Сашей Кузнецовой работа. Расскажите мне, вам нравятся вот такие узурновидные схемы? Или вы хотите, чтобы у ваших клиентов были просто брови? Просто живые, реалистичные брови? Как пигмент попадает в кожу? На какую глубину он вносится? Что делать, если вы заглубились? Поможет ли аппликация из более теплого цвета, чтобы исправить ситуацию? С вами игла, обильно смоченная пигментом. В этом прозрачном баллистическом геле, который имитирует кожу, очень хорошо видно, что игла входит на большую глубину, чем в итоге остается краска. Более того, игла, входя в кожу, как бы стирает с себя краску об нее, образуя в этот момент полость внутри геля. Ну и, соответственно, внутри кожи тоже. Полость с отрицательным давлением. Входя в кожу, игла как бы раздвигает ткань. В этом месте образуется туннель с безвоздушным пространством. В момент выхода иглы из кожи, краску просто втягивает, как бы засасывает с поверхности кожи. Но не на всю глубину прокола. В этом видео соединены и супер макро, и супер замедленная съемка, и вы можете в этом убедиться и заодно понять, что никакие аппликации сверху уже сделанного татуажа не помогут. Я думаю, аппликации пришли к нам из микроблейдинга. Потому что после разреза лезвием, если кожу растянуть, образуются такие щели. Как знаете, некоторые рыбу жарят и делают надрезы, и втирают туда приправы. Примерно так будет выглядеть микроблейдинг, если его сильно увеличить. А прокол сделанной иголкой растянуть невозможно. Кожа так сильно не повреждается. Поэтому все аппликации на уже сделанную процедуру – это мертвому примочка. Вот здесь особенно хорошо видно, как игла зашла, вышла, и только потом чпокс, появились полосочки. Если заглубились, кладите клиента вниз лицом и стучите по затылку. Это сработает лучше, чем аппликация. Просто выбьем из него пигмент.